Приветствую вас, друзья, с вами новости UFC с самыми громкими, последними и интересными новостями. Ну и чтобы не терять ни секунды, а выпуск будет интересным, сразу приступим к обзору. Ну и начинаем мы с Дастина Парье, который прояснил ситуацию по бою против Нейта Диаса. Матчмекеры UFC отказались от идеи включить бой между Дастином Парье и Нейтом Диасом в карт турнира UFC 270, который состоится 22 января. И возможно этот бой произойдет на UFC 271. Парье сообщает, что UFC не смогли организовать этот бой на 270 турнире, а на 271 карт Дастин Парье дал согласие. Диас, конечно же, прокомментировал эту новость, задев бриллианта. UFC не хотят платить тебе. Извини, Дастин, но ты отстой. Лузер, ответил Диас. И тебе всего хорошего, Натаниэль Парьевал Парье. Ну а далее Нейт Диас прояснил ситуацию о поединке с МакГрегором, о котором говорит тренер Ирландца. Нейт Диас в заявлении назвал условия третьего поединка с МакГрегором. Я не буду драться с Конором, пока его нога полностью не срастется. И он не побьет нескольких людей, чтобы точно знать, что он может драться. Ну а далее Нейт обратился к UFC организовать ему бой к концу текущего года. Могу я получить место в январском карде UFC? Заранее спасибо, добавил Диас. Ну а пока Диас ищет себе соперников, чтобы еще успеть выступить в текущем году, Рафаэль Досани сбросил вызов Нейту на следующий год, февраль или январь. Также Рафаэль написал, что готов к любому сопернику в легком весе, в случае, если Диас будет занят. Ну а далее у нас известный тренер Ирландца Джон Кавана, который в интервью оценивает навыки действующего чемпиона Чарльза Оливейры, заявив, У Оливейры сейчас серия из 10 побед, большинство из которых досрочные. Его ударка становится все лучше, и он всегда умел бороться. Он нокаутировал Чендлера и задушил Парье. Если кто-то еще сомневается в навыках Чарльза, то им пора сходить к врачу, поскольку этот парень представляет реальную опасность. Он чемпион мира и великолепный боец, отметив, что в будущем его подопечный Конор Макгрегор может встретиться с Оливейрой в поединке. Ну а далее одна из самых популярных любимец публики, боец UFC Клаудия Гаделия сообщила, что завершила карьеру бойца. 33-летняя бразильянка уведомила UFC о том, что не планирует больше драться. Ну а тем временем еще одна из самых обсуждаемых женщин организации, экс-чемпионка UFC Миша Тейт, заявила, что может перейти в наилегчайший вес. Миша Тейт сообщает, что не хочет драться с Джулианой Пенни, потому что слишком долго за нее болела и намерена продолжать топить за Джулиану и будет молиться, чтобы им не пришлось сойтись в октагоне друг с другом. Миша отметила, что они с Джулианой обе могут уложиться в 125 фунтах и открыть охоту на Валентину Шевченко, подчеркнув, что далее намерена поговорить с Джулианой, чтобы они не перешли друг другу дорогу. Также Тейт сообщила, что планирует вернуться быстрее и намерена сделать это в марте. Ну а далее у нас топ легковесов Джастин Гейджи открыто и объективно оценил свои шансы в поединке с чемпионом Чарльзом Оливейрой. Гейджи считает, что если Оливейра в их поединке будет лучше в стойке, Гейджи ждет провал. В конце концов, если моя ударка мне кажется намного лучше, чем у Оливейры, то я в жопе. Вот в чем я хорош, отлично умею прессинговать, наносить урон и останавливать тэкдауны. Так что в итоге Оливейра попытается перевести схватку в портер, потому что в стойке я буду намного успешнее. Оливейра невероятно опасен в ударке, колени, локти, умение прессинговать и контролировать дистанцию, в этом он не уступает никому. Но лучше бы мне превзойти его в этом, иначе я окажусь в гребаном мире проблем, заявил Гейджи. Ну и двигаем дальше, и у нас Магомед Исмаилов высказался о поражении Владимиру Минееву, заявив, что к этому поединку ему нужно было бы готовиться, как обычно. А поскольку он не хотел проигрывать именно это противостояние, он готовился и тренировался к нему больше, чем к обычному противостоянию. А нужно было готовиться, как всегда, заявляет Исмаилов. Ну а далее у нас неподтвержденная новость со стороны популярного блогера. Ну а как мы знаем, популярность может предопределить многое. И у нас популярный блогер Джейк Пол, которому уже совсем скоро предстоит выйти на незамедлительный реванш с Тайроном Вудли, который заявляет, что планирует попробовать свои силы в смешанных единоборствах и утверждает, что готовить его к дебюту в ММА и тренировать будет не абы кто, а непобежденный экс-чемпион Хабиб Нурмагомедов. Пол заявляет, люди забывают, что в штате Огайо он был борцом первого дивизиона, а именно этот штат с самой серьезной конкуренцией в борьбе. Отметив, что если он может выступать в боксе на таком высоком уровне, он также сможет выступать и на высоком уровне в смешанных единоборствах, сообщив, что к своему дебюту в ММА он будет тренироваться в знаменитом зале у популярного тренера Хавьера Мендеса, а также его тренером будет Хабиб Нурмагомедов. Блогер утверждает, что они обсуждали с ним это и все только за на 100%. Но сначала блогер намерен сделать 10-0 или 12-0 в боксе и только затем попробовать себя в ММА. Ну и двигаем дальше к скандальному от президента UFC, который отказался от слов по поводу Хамзата Чимаева. Ранее, как мы помним, Дана Уайт с пеной изо рта доказывал всем, что буквально все бойцы избегают Хамзата Чимаева, но в последнее время немалое количество бойцов в опровержении президенту рассказали, что готовы к поединку с Чимаевым, и более того, некоторые из них неоднократно вовсе сами бросали вызов Борзу. В свою очередь, Дана Уайт решил сгладить свои слова, сказанные ранее. С моей стороны, было несправедливо так сказать. По словам руководителя промоушена Нил Магни, действительно готов драться с чеченским бойцом, отметив, что Магни может стать его следующим соперником. Напомним, что также одним из активистов на бой с Чимаевым в последнее время стал Висенте Луке. Ну а далее в интервью президент UFC сообщил, что несмотря на то, что Конор Макгрегор занимает девятую строчку рейтинга, легковесов может получить незамедлительный титульный реванш в легком весе, как только восстановится после перелома ноги. Если мы посмотрим на рейтинг, Конор Макгрегор занимает в нем девятую строчку. И кто знает, какой расклад будет к тому времени, как он вернется. Честно говоря, сейчас я не могу ответить на вопрос, будет ли Конор Макгрегор сразу драться за титул или нет. Я этого просто не знаю, но я могу сказать следующее. С самого начала Конор был парнем, который был готов драться с кем угодно и когда угодно. Он всегда доказывал это делом. Он никогда не жаловался, как многие бойцы, что это неправильный соперник или неудобное время, или что я буду драться с другим. Поэтому, когда люди говорят, что у нас особые отношения с Макгрегором, это чистая правда, потому что этот парень особенный, заявил Дана Уайт. Ну и слов президента UFC не исключается в вариант, что в следующем году мы увидим поединок Конора Макгрегора и Чарльза Альвейры за титул чемпиона организации в легком весе. Ну и в завершении, Бигфут Силва предъявил претензии Лиги Хабиба Нурмагомедова, тем самым заявив, что в Лиге Иглс не считаются с бойцами и делают то, что хочется руководству. Антонио Бигфут заявил, что не в восторге от того, как с ним поступила Лига Иглс FC. Без объяснения причины исключило его из состава участников своего первого американского мероприятия. Бигфут заявил, что понятия не имеет, почему его сняли с боя, сообщив, что с ним даже никто не связался и ничего не объяснил. Выглс просто взяли, все поменяли и заменили его на Харитонова и в свою очередь на различного рода информацию, что у Бигфута Силвы проблемы со здоровьем, боец отреагировал, убедительно сообщив, что он как тренировался, так и тренируется и у него все в полном порядке и до сих пор он не понимает, почему его скинули с боя. В конце добавив, это компания Хабиба Нурмагомедова, Лига из России и Харитонов тоже из России. Меня сняли с боя и мне никто ничего не сказал, я об этом обо всем узнал из СМИ, заявляет Бигфут. В общем, вот такая информация от Силвы, ну а что там и как остается под вопросом. Ну и на этом, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу, ну а с вами по-прежнему канал новости UFC. Те, кто еще не подписан, подписывайтесь, поддерживайте ролик лайком, оставляйте свои чемпионские комментарии, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, но и до встречи в следующем выпуске. Всего вам наилучшего, мира и добра, пока-пока.